Ты, наверное, думаешь, что сейчас выглядишь глупо? Так, не бомби, всё хорошо, я тебя отсюда сейчас вытащу. В Слайм Ранчер завезли очередную дозу нового контента. Хоть и немного, но всё же. Давайте сразу на чистоту добавили одну новую игрушку, которую можно приобрести здесь. А ещё две новых капсулы модных. То есть что-то наподобие вот такой, только другие немножко. А какие уже посмотрим попозже. Дружище Осми. Снижает степень беспокойства находящихся неподалёку слаймов. Особенно слаймов, которые носят нырятельную модную капсулу. Да-да, это первая новая капсула, нырятельная. Да и вообще сама игрушка выглядит прикольно, она такая большая, в отличие от тех. Издаёт какие-то звуки? Да, издаёт пищащие игрушки. Можно его куда-нибудь сюда поставить, потом мы ему обязательно найдём какое-нибудь применение. Но скрафтить эти модные капсулы просто так не получится. Так как их нету здесь, в строительном магазине. И автоматически в крафтах они тоже недоступны. А чтобы их получить, надо найти сокровищницы. Местонахождение одно я даже очень хорошо знаю. Нам нужно пройти вот сюда, по этой пещерке. Дальше завернуть прямиком сюда. И где-то тут она должна находиться. Да, вот она. И я даже не помню какая, но нырятельная модная капсула. Ну да, тут конечно нырнуть было бы классно. Мало того, я даже знаю, где находится вторая. Правда, нам тут надо немножко пропаркурить и залезть... Ой, далеко, в общем. О, смотрите-ка, золотого слайма нашёл, пока бежал в руины. Да-да, именно там находится эта капсула. О, ещё один слайм. Это как мне повезло, что сразу два золотых слайма вот так попадаются. Где-то здесь. Может в каком-то потаённом уголке. Точное местоположение я не знаю. Так что нужно немножко походить по деревьям, по столбцам. И может мы найдём быстро. А может быть и нет. Вон там был чаще всего городотусовщик. А, вот она. Да уж, как-то это было слишком просто. Тусовочная модная капсула. Классно же, да? Теперь мы сможем сделать настоящий бассейн со слаймами, так ещё и устроить классную вечеринку. Будем надеяться, что крафт у них не такой уж и сложный. Да, действительно, всего лишь один лавовый пепел, дикий мёд, да и плорты какие-то. Ага, вот с нырячельной маской немножко сложно, потому что у меня лужа плортов нету. А всё остальное есть. Ничего, сейчас сходим, добудем пару секунд. Нужное количество было успешно добыто. А значит, нырячельная модная капсула готова. О, вы заметили, какая новая фишка крутая? Теперь можно крутить постройки у дронов. Блин, прикольно. А вот здесь можно? Да, тут всё можно крутить теперь, классно. Наконец-то нашёл одно свободное местечко. Тусовочную модную капсулу сюда разместим. А вот эту хрень, пожалуй, уберём. И вместо неё поставим нырячельную модную капсулу. Итак, почему бы не протестировать на тебе курица? Как ты будешь выглядеть? Давай, показывайся. Да, уже готова плыть в море, в океан. Вон, как раз вечер наступает. Может, вы хотите потусить курица под самый вечер? Да уж, на вас, конечно, очки смотрятся очень классно. Я думаю, эти украшения как раз под начало лета выпустили, потому что так символично. Сейчас все пойдут купаться, тусить. Да? Ты же пойдёшь тусить? Конечно, пойдёшь. Вот он выглядит, как какой-то сусовщик. Ещё светится таким неоном прикольным. А теперь я дам нырятельную. О, да, действительно, нырятельная маска выглядит прекрасно. Блин, хочу на всех понацеплять эти нырятельные маски. Но нет, не на дронов. Они же охраняют тут всё. А, ещё видите, какой прекрасный закатик. Какая у нас база классная. А мы можем взять, зайти в настройки, нажать вот на такую галочку. Минимизировать интерфейс. И теперь можем полюбоваться нашим закатом. Без интерфейса. Видя всё до мельчайших деталей. Как ползёт курица, как садится солнце. Наше прекрасное небо. Однако, ты меня больше интересуешь. А ну-ка, одень настоящего тусовщика маску. А вы что без масок, дорогие? Куда они вообще слетели с них? Я же их раньше вешал. Ладно, вы тут будете плавать. В счастье. А вы туситься, создавая это счастье. В общем, набор тусовщиков у нас готов. Да, действительно, как маленький город тусовщик, который выползает из вот такого. Настоящий город тусовщик. Не фальшивка. Да, и тебе тоже не помешает эта маска. Луша с лайвом, я думаю, она больше всего подходит, потому что они в воде любят туситься. Еще одно полезное нововведение, которое относится больше к полезности, нежели к веселью. Это то, что Виктор добавил сюда, на свою ферму. А он привез сюда мусоросжигатель. Если мы сюда что-то бросим, то мы этого больше не увидим. Виктор позаботится о том, чтобы оно ушло куда надо. По сути, лаборатория Виктора это водичка. А все, что попадает в воду, так или иначе погибает. Даже я, Беатрикс, который прыгнет в воду, все, конец. Но слаймы, конечно же, не будут погибать. Они просто отправятся в дикую природу. Так что на ферме Виктора теперь стало жить еще легче. Но раз уж мы заговорили о Викторе, то почему бы не пособирать немножечко ошибок и не получить вот таких прекрасных кубиков, которые понадобятся нам в крафтах. В очень многих крафтах, между прочим. Что ж, глюк слаймы, я снова выхожу на охоту за вами. Еще бы вспомнить, как что здесь устроено, но вот этот камень явно здесь лишний. Трястись он не должен. Нам нужно взять вот такой спрей и брызнуть на камень. Да, и глюки выйдут. Я думаю, если мы словим 150, то это будет прекрасно. Еще нельзя забывать вот о таких прекрасных созданиях. Их просто пытаешься подобрать, и из них сразу глюки вылазят. В общем, я очистил здешнюю округу от всяких багов, кроме вот этого. Клубничка тут не должна расти. И уже насобирал больше половины, хотя даже не выходил из этой локации. Ой, а тут уже вары начали появляться. Видимо, я немножко опаздывал, а насобирал всего лишь 97 этих глюков. Вот когда появляются вары, лучше убегать, потому что они могут украсть мои баги и забрать их себе навсегда. О, вот и выход активировался. Все, Виктор нас зовет домой. Но я хочу еще немножечко полутаться. Вот это, к примеру, точно не должно тут быть. Ой, золотого слайма, слышу, только он глюкнутый. О, сколько с него сразу глюков вылетело. А вот и наш выход. Конечно, бежал я до сюда очень долго. Но главное, что он остался жив и здоров. И могу получить свою награду. Вон сколько кубиков вышло. Целых 8 штук. Это достаточно много. Но я тут еще 26 добыл. До серии. Зачем же они нам нужны в таких количествах, спросите вы? А я хочу сделать много интересных вещей. Дрон для продвинутых. Целых 2 штуки. Делать их очень тяжело. Даже для меня и моего развития. Но поверьте, они уж точно лишними не будут тут. А нужны мне они в доках. Пора бы уже поднять с колен эту прекрасную локацию. И начать ее как-нибудь использовать. Потому что, ну вот, как такие виды нельзя использовать? Здесь имеется всего лишь 4 клетки. И я даже знаю, для чего они нам нужны будут. Для куриц. Да, я думаю, будет хорошим решением собрать здесь всех куриц. И чтобы они тут развивались. И дрона о них заботились. А еще поставить слаймов. Дроны о них тоже позаботятся. У нас тут очень много пружин каких-то. Надо их всех убрать отсюда. Ибо думаю, скакать нам здесь незачем. Двух дронов можно поставить прямиком сюда. Первый. И второй. Во-первых, было бы неплохо сделать телепорт. И пускай он будет золотым. Который ведет прямо к докам. Во-вторых, коллектор флорт-маркета. Ну и в-третьих, коллектор перерабатывающего завода. Мало ли понадобится все же. Ну и потом мы еще всякого декора туда прикупим. Но это немножко попозже. И телепорт будет вести прямиком сюда. Все. Работает классно. И нереально. Заходим и сразу же можем попасть на нашу ферму. Раз и два. Готово. Можем и продавать, и заносить в лабораторию флорта. Далее уничтожаем участки и создаем два курятника. В первую очередь нам нужно здесь плодить тернистую курицу. Так как вот этот слаймик ее очень любят. А вам, дроны, я принес подарочки. Будете тусовщиками. И мореходами. Потому что тут будет райский уголок. Ничего не надо охранять. И нам не нужны тут крутые охранники. Ну да уж, у нас тут на базе целое поселение куриц. Вон цыплята бегают, петухи, курица. Заберем-ка кукурикунок пару себе. И тернистую курицу надо взять. Это не тернистая, крашеная. Вот, тернистая. Раз. И все, больше их нету. Хорошо, отлично и замечательно. Пойдем поищем. Раз тернистая, два тернистая и три. Даже цыплят немножечко заберем. Чтобы уж точно все начало там развиваться и никто не умер. Все, начинайте расти. Теперь потихонечку да помаленечку они начнут плодиться и производить нам классных куриц. Первый дрон у нас будет нацелен на то, чтобы нести отовсюду плорты и доставлять их прямиком вот сюда. Перерабатывающий завод. Грушовник мы, пожалуй, оставим, а вот это уберем. Все, вы теперь можете гулять и расслабляться, слаймы. Поздравляю. Кушайте, что хотите, когда вам вздумается и веселитесь. А тут будет еще один курятник. А хотя нет, я передумал, пускай тут будет самый настоящий мусоросжигатель. Чтобы дроны могли тут прибираться и уносить сюда мусор. То есть, представьте такую проблему. Они как взбунтуются, разнесут тут всех куриц по округе, разнесут тут суету по округе. И ее нужно как-нибудь собрать и кому-нибудь. Вот, к примеру, эту грушу он возьмет, подберет и принесет прямиком сюда. Сходим, пожалуй, в стеклянную пустыню и дождемся здесь буря, так как нам нужны огненные слаймы. Можно пока что посидеть и полюбоваться прекрасным видом. Кстати, мы тут не нашли целых 10 сокровищниц. Достаточно неприятный факт, так что можно еще немножечко поискать. Может быть, что-нибудь найдем. О, я нашел сокровищницу. Вон там находится. Давай, рассказывай. Что-то от меня утаило. Ага. Башнеобразная стеклянная скульптура. В общем, ничего особенного, но тоже интересно. О, наконец-то буря начинается. Вот. Этот самый прекрасный момент, когда начинается буря, а я хочу вот здесь для исследователя посмотреть, будет ли тут сокровищница. О, нашел. Серьезно? Так легко? И отсюда... О, пасека для профессионалов. Жалко, что у меня есть пасека для суперкрутых профессионалов уже. Так, вот отсюда должны выпрыскиваться слаймы, которые мне так нужны. Вот, вот, отойдет. А нет, это просто камушки. Да. Можно мне, пожалуйста, слаймов? А, да, вот нашел одного. Блин, какие же вы все-таки редкие. А вот и еще один. Буря уже потихоньку начинает кончаться, к сожалению. А я только двоих нашел. В принципе, тоже неплохо. Двое так двое. Хорошо, огненный слайм. Отдыхай. Теперь тут у тебя прекрасное местечко. О, включился сразу же. Почему? Что такого изменилось? И этот тоже включился. Пошел собирать плорты, видимо. Тут, правда, небольшая буря начинается, потому что они не кушают, да? В общем, пушевать они любят. Вон сколько плортов разбросано здесь. Ах, да, вот сюда мы поместим самых обычных куриц, которых у нас очень много. Соберем их отовсюду и поселим. Смотрите, как они все прячутся умело. Вот тут за гордо спрятались. Я их уже полчаса тут бегу и ищу. Но 77 штук уж точно понасобирал. А они все не кончаются и не кончаются. Вот вы гляньте, как далеко уже заползла с бантиком. Прямо за гордо спряталась. Все, курятник отсюда отныне мы удаляем. Может, сюда что-нибудь в следующий раз и поставим, интересно. А, кстати, этот мусоросжигатель можно убрать отсюда. Почему бы и нет? Нам тоже особо не нужен. Целых два свободных участка теперь у нас есть. Прямо на нашем ранчо. 86 куриц. Вот вы представляете такое количество? И все вы будете жить в этом загоне. А если убежите, то дрон сделает с вами нечто ужасное. Что ж, залазите сюда, луша слайма. Теперь вы и тут отдыхаете тоже. Ну и что я могу сказать? Бабах слаймом. Приветствую вас. Вы посидите тут на сеточке, поиграетесь. Первый огромный и классный. Дан. Ты, наверное, думаешь, что сейчас выглядишь глупо? Так, не бомби. Все хорошо. Я тебя отсюда сейчас вытащу. Вы тут будете плавать, поэтому держите такие украшения. Ты тоже решил поплавать? Ну тогда тоже возьми маску. Давай, закати вечеринку в этом пруду. И ты тоже закати вечеринку. Тусовка тут намечается явно прикольно, а я хотел бы поставить сюда еще что-нибудь. Наверное, какой-нибудь декор. А еще у нас есть семь кур куриных украшений. По крайней мере, это то, что я нашел. А давайте их на стену прилепим. Почему бы и нет? Хоть какое-то я место нашел. Вон, слайму нравится. Правда, он хочет кушать и прям залетает в курятник, чтобы поесть. И этот тоже залетел к нему. Пожалуй, оставлю осьминожку тут. Вы, надеюсь, возражать не будете? Еще я сюда принес бомбочку специально для вас, чтобы вы поразвлекались. Куда это вы выпрыгнули? Что это сейчас было такое интересное? Как принес бомбу, так сразу же накинулись на нее. Хотя это не для них, это для бабах слаймов. Что такое? Вы тоже решили потусить здесь? Или вы жалуетесь о том, что я вам не дал? Что ж с тобой не так-то? Вот, возьмите тусовочную модную капсулу, потусуйтесь, устройте свою вечеринку. Два водолаза и два тусовщика. Самое то. Надеюсь, вы не откажетесь от небольшого количества декора. К примеру, красная слаймовая лампа. Пускай она тут сияет ночью и создает атмосферку. Ага, курица. Что с тобой не так? Красота. Прямо вписывается. Ладно, уберем его нахрен отсюда. А вот сияющие вершины, в принципе, да, нормально. Тут можно дерево поставить. Почему бы и нет? Его видно отсюда будет, кстати. Неплохо так. Сюда колонны красивые. Ну да, уж, конечно, они так выглядят странно. Всегда. И в итоге получилась красота. Колонна и кустарник. А теперь можно выключить интерфейс и полюбоваться тем, как тут тусуются слаймы.